Электростанции в Казахстане продолжают работать на износ. Сейчас в некоторых регионах изношность оборудования уже превышает 60%. Вопрос актуальный для страны уже не первый год, поднял глава профильного ведомства. По словам Балат Акчулакова, причиной стал резкий рост потребления энергии, поэтому сейчас необходимо строить новые станции. Министр затронул и наболевшую тему – топливный вопрос. Балат Акчулаков рассказал, что в Казахстане запустили единую цифровую платформу для мониторинга запасов в регионах. Для совершенствования системы привлекли лучших IT-специалистов. В России запустили проект «Цифровой оленевод». Прогнозы погоды, маршруты, перемещения и даже выпас оленей. Все, что нужно жителям Крайнего Севера, теперь есть в сети интернет. Оленеводы быстро осваивают возможности интернета. Но это только начало. В ближайших планах – дистанционно обучать местную молодежь профессиям, которые позволят работать удаленно, прямо с пазбищ. Остановить отток коренных жителей Севера и стойбищ в города – основная цель проекта «Цифровой оленевод». Эту программу в этом году активно обсуждали на Восточном экономическом форуме. Авторы проекта намерены развивать туризм и внутренний, и, конечно, реальной. Полное погружение в быт оленеводов не оставит равнодушным даже искушенных путешественников. А еще авторы проекта создали так называемую NFT – коллекцию цифровых оленей. Электронный актив, несмотря на стоимость больше тысячи долларов за штуку, уже привлек внимание покупателей. А все вырученные деньги за виртуальных животных намерены потратить на развитие оленеводства реального. И мы верим, что хотя бы цифровое равенство, хотя бы нормальный стабильный интернет, дополнительный заработок, например, ты получишь новые такие скиллы, как дизайнер. Сейчас у нас дизайнер есть на Бали, да, там, не знаю, где-то еще, да. А почему дизайнера со стойбищей нельзя тоже нанять, да, и он намного будет круче рисовать, чем многие другие дизайнеры. Крупные железнодорожные операторы и профсоюзы США достигли предварительной договоренности о повышении заработной платы для работников и улучшении их условий труда. Есть надежда, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить остановку железных дорог по всей стране. Она могла нарушить поставку продовольствия и топлива и стоить экономике страны до 2 миллиардов долларов в сутки. Президент США Джо Байден назвал это победой. При этом его администрация уже строила планы на случай, если перевозки критически важных товаров прекратят. Закрытие железной дороги может заморозить почти 30% грузовых перевозок в США, спровоцирует инфляцию, затруднит поставки продовольствия и топлива и вызовет проблемы с транспортом. При этом соглашение достигли буквально в последнюю минуту. Теперь крупные профсоюзы должны проголосовать за договор. Впрочем, даже если они его не утвердят, это отсрочит забастовки на несколько недель. В целом, переговоры между операторами железных дорог и несколькими профсоюзами длились больше двух лет. По железным дорогам перевозят почти четверть зерна, предназначенного для внутреннего употребления. Также на товарные поезда полагается энергетический сектор для транспортировки угля, сырой нефти, этанола и других продуктов. Остановка неприемлема. Это не то, чего мы хотим. Это может нанести вред семьям, сельскому хозяйству, бизнесу и целым сообществам. И мы неоднократно отдавали это понять обеим сторонам. Эстонская столица и Люксембург стали первыми в Европе городами, где полностью отменили оплату проезда в общественном транспорте. В Эстонии – на уровне города, а в Люксембурге – на уровне всей страны. Более 50 крупных и мелких городов в Европе ввели бесплатный проезд в общественном транспорте мотивирует решение заботой о состоянии климата и стремлением к большему социальному равенству. Идея проста. Граждане получают неограниченный бесплатный доступ к общественному транспорту для ежедневных поездок. Люксембург стал первой страной в мире, в которой отменили плату за проезд во всем общественном транспорте в 2020 году. Власти очень гордятся этим. В отличие от Люксембурга, городские власти Таллина внимательно анализируют свой собственный эксперимент по предоставлению бесплатного транспорта, начатый более 9 лет назад. Как выяснилось, в Таллине скептически относятся к тому, что проект помог убедить водителей оставить свои автомобили и пересесть на транспорт. Даже сторонники эксперимента предупреждают, что бесплатный общественный транспорт не является панацеей для устойчивого развития общественной мобильности. Улучшение качества и пересадок общественного транспорта становится ключом к привлечению большего числа пассажиров, а политика бесплатного проезда – инструментом поддержки рабочего класса. Субтитры создавал DimaTorzok